К 2018 году за 144 миллиарда рублей. Ну вот такой проект. Андрей Алексеевич, я знаю, что вы курируете эту тему. Расскажите из первых рук, что называется, поподробнее, что сейчас происходит, не названное что-то в сюжете, может быть. Знаете, этому событию предшествовала действительно большая работа. Проведено было очень много совещаний, и очень много было подписано протоколов. Но хотел бы отметить, конечно, что возобновление этого проекта, все мы помним, он начинался, затем был приостановлен, практически заморожен. И вот усилиями как нового инвестора, так и в первую очередь губернатора Красноярского края, Два Владимича Кузнецова, тема неоднократно поднималась в правительстве, обсуждалась на Красноярском экономическом форуме, на предыдущем форуме. И сейчас, мы уверены, в 2014 году начнется и финансирование, и строительство этого объекта. Объект действительно открывает юг края. Это крайне серьезно для нас. И не столько с точки зрения, может быть, инвестиций и рабочих мест. Это в целом позволяет развить юг края. Это тот проект, тот магнит, которому мы сможем добавить еще целый ряд других инвестиционных проектов, гораздо, может быть, меньших, но, опять же, которые будут создавать вот тот самый климат в регионе, дополнительные рабочие места, возможности. В первую очередь, конечно, надо отметить, что есть настрой работать с красноярскими компаниями. Только определился подрядчик, уже мы провели соответствующие переговоры, и руководителем проекта была высказана уверенность в том, что в первую очередь, конечно, будут приглашаться красноярские подрядчики. Вообще, кстати, хотел сказать, что уникальное время сейчас для красноярского края. Никогда, как мне кажется, вот надо еще будет дополнительно проанализировать, такого объема масштабных строек на территории края не производилось. Смотрите, Козел Курагина начинает работу, строится нефтепровод Куюмба-Тайшет, более 100 миллиардов рублей. Начинается освоение Юрпича-Натахомского, Куюмбинского месторождения в Ивенки, больше 200 миллиардов рублей. Очень надеемся, это вполне возможно, начать строительство аэропорта в этом году, то есть это тоже более 4 миллиардов. Целый ряд инвестиционных проектов сейчас у нас находится в реализации, которые масштабом от 3 до 15 миллиардов рублей. Мне кажется, такой объем серьезных инвестиций, который стартует в 2014 году, такого никогда не было в Красноярском крае. Поэтому здесь определенный вызов и для наших строителей, и для наших подрядчиков, и для поставщиков строительных материалов, в том числе для образования, потому что на этапе строительства это одно, а дальше это уже эксплуатация, мы должны готовить эту картину в целом. Поэтому очень интересное время, и этот проект, мне кажется, один из таких серьезных, определяющих вообще развитие Юг-Края. Но если говорить конкретно об этом проекте, и еще, наверное, о второй очереди Ангар-Енисейского кластера, то есть новости, что они могут найти свою поддержку в Фонде национального благосостояния, стать стратегическими федеральными фактически проектами. Во-первых, подтвердите или опровергните, и во-вторых, вопрос, насколько в этом велика все-таки лоббистская возможность команды губернатора, в том направлении лоббистское, которое вы возглавляете. Да. Действительно, вопрос Фонда национального благосостояния и финансируемых проектов из этого фонда мы впервые услышали на Петербургском экономическом форуме в мае прошлого года, когда в своем выступлении президент России обозначил необходимость финансирования проектов из этого фонда, и были названы три проекта. Были названы три проекта. Это кольцевая дорога, это скоростная дорога, соответственно, в Кызыл, это БАМ. Ой, скоростная дорога, извиняюсь, в Казань. В Казань, да. За это время правительство провело большое количество, опять же, мероприятий, совещаний, рассмотрения проектов. В результате, соответственно, в итоговом списке, который сейчас претендует на средства ФНБ, нет железной дороги на Казань, она в стадии проработки, но появились два проекта, о которых мы с вами говорили. Отравлено. Что очень приятно, да. Это Казань Курагина, строительство железной дороги и освоение месторождения соответствующего, и территория опережающего развития, так сейчас это называется в протоколе Дмитрия Анатольевича Медведева, территория опережающего развития, ангар-инсельский кластер. Ну, конечно, так сказать, появлению этих строчек в итоговых документах, конечно, в первую очередь мы обязаны губернатору, активной позиции, там, опять же, несметному количеству совещаний, звонков, подготовленные тонны документов на эти темы. Но это еще не конечная точка. Сейчас мы ждем, соответственно, уже утверждения средств на расходование с фондом национального благосостояния и активно проработаем с Министерством финансового по начале реализации первого пускового комплекса. Поэтому вы совершенно правы, это еще один такой крупный инвестиционный проект, более 300 миллиардов рублей, если в целом рассматривать, на территории края, который может стартовать в этом году. — Отлично. Посмотрите, на этой неделе у нас еще одно знаменитое событие, знаменательное. Это 12 апреля. И наш Красноярский край, к счастью, он в космической отрасли, не последнее место у нас занимает. — Продолжает занимать не последнее место. — Да, давайте об этом поговорим. Что в этой среде происходит? — Постоянно приходится ответить. Спасибо вам. Добавлять новые проекты, как бы, в перечень того, что реализуется в крае. Железногорский инновационный кластер позволяет сейчас нам строить промышленные, парк, уже вышли на строительство первого корпуса, в котором будут первые резиденты заниматься, именно там строить, ну не строить, точнее, поставлять свою продукцию информационно-спутниковым системам, которые, собственно, и производят у нас и спутники, и целый ряд другой видов продукции. Что очень важно, в этом году будут выделены достаточно большое количество средств, там более 100 миллионов, на развитие вот этого нашего инновационного кластера в Железногорске. Более того, мы претендуем на то, чтобы Железногорск и Зеленогорск, и в этом нас поддерживает Росатом, объявить территорию опережающего развития. То есть это позволит снизить налоги, это позволит упростить процедуры таможенного оформления, целый ряд других снимет административных, значит, барьеров, которые позволят там развивать дополнительный бизнес и рассматривать туда привлечение там дополнительных инвестиций. Мне кажется, за этим действительно большое будущее, очень конкурентоспособное у нас предприятие ИСС. Поздравляем всех работников информационных спутниковых систем, в первую очередь, генерального директора Тистоядова с этим праздником. Действительно, для нас это профильный отрасль или это наш общий праздник для Красноярского края? На самом деле, очень отрадно, что наряду с сырьевыми проектами у нас есть и проекты развития высокотехнологические. Однако, здесь тоже возникает некоторый вопрос, насколько все взаимовязано, насколько это все нам, красноярцам, жителям Красноярского края будет в пользу. Рабочие места, вы говорили сегодня о них, получат ли их красноярцы в первую очередь? Я имею в виду и, конечно же, проекты сырьевые, Ангар-Енисеевский кластер, строительство дороги и, конечно же, высокотехнологичный промпарк Железногорский. Очень важный вопрос, спасибо за него. Рабочие места, как были приоритетом, так и остаются. Нас очень радуют цифры по безработице, по-прежнему они одни из самых низких за последние 20 лет. Постоянное внимание этому вопросу уделяет губернатор Красноярского края, запрашивает документы, рассматривает, дает соответствующие указания. То, что эти проекты создают рабочие места, ну, конечно, это... Вот рабочие места для наших жителей или все-таки это будут приезжие в основном? Вы знаете, вот проект уже активно реализуемый, проект строительства нефтепровода Куимба-Тайшет. Уже построено более 70 километров нефтепровода. Надо отметить очень качественную позицию государственной компании «Транснефть», с которой были соответствующие договоренности. Напомню, что с президентом компании Николаем Токаревым встречался Лев Владимирович Кузнецов. Были достигнуты договоренности о том, что в первую очередь должны работать подрядчики Красноярского края и красноярцы на самих работах. Около месяца назад мы проводили рабочую группу и подвели первые итоги. Вот фактически работы только развернулись в этом году. Уже у нас работает 1100 красноярцев непосредственно у подрядчиков компаний. И 59 компаний на тот момент, сейчас уже, я думаю, больше, на 2-3 компании, 59 компаний именно красноярских, которые обслуживают строительство, оказывают услуги, поставляют материалы и так далее по этому строительству. И я думаю, что такого же эффекта мы сумеем добиться как на объектах Козыл-Курагина, так и на объектах освоения Рубчен-Тахонского месторождения. Железногорский кластер здесь просто... Я бы наоборот, хотелось бы привлечение высокоинтеллектуальных, высококвалифицированных работников. Вот работать-то должны наши, мне кажется, в первую очередь. Но вы здесь абсолютно правы, вот в планах ИСС, я думаю, это тоже одно из событий 2014 года. Это начало строительства уже совместного предприятия информационных спутниковых систем и французского ТАЛИСа. Сейчас выбираем площадку, где это будет происходить. Ну вот такие, то есть нам скорее не кадры, а инвестиции. А уже кадры, я думаю, надо готовить своим, в первую очередь. Вот планы перспектив, по-моему, огромные. Сегодня, да, я прямо вот слушаю. Оптимистично. Радует это все дело. А скажите, вот мы говорим о том, что красноярские подрядчики уже работают, вы называете цифры. А качественно они готовы? Вы анализировали вот эту ситуацию? Вы знаете, опять же, касаясь конкретных примеров, транснефть, безусловно, их просеивает. Безусловно, рассматривает. Есть претендерные процедуры. То есть это и квалификация, это и наличие техники, качество этой техники и так далее, и так далее. Проходит, проходим. И я думаю, что, конечно, повышать надо, в первую очередь, конечно, образование. То есть у всех кадровая проблема, наверное, на первом месте. Технику можно купить, а кадры надо очень скрупулезно долго готовить. Здесь мы помогаем. У нас сейчас как раз идет программа реорганизации нашей сети профессионального образования, направленная на конкретные предприятия, на конкретные отрасли. Вот могу выделить очень хороший проект, который делает у нас Министерство образования и науки по дуальному образованию в машиностроении, где ключевые наши предприятия, Кроссмаш, радиосвязь, естественно, информационные спутниковые системы, объединились для того, чтобы, соответственно, качественно готовить кадры, в том числе и на производстве. Вот вместе с нашими техниками, значит, другими учреждениями образования, соответственно, для подготовки кадров. По системе дуального образования. Очень удачно стартовой проект. Мы, кстати, попали в пятерку регионов. Конкурс проводился по всей стране. Вот мы попали в пятерку, кто вошел в этот пилотный проект. Сейчас его активно реализуем. Поэтому кадры надо готовить. Кадры надо готовить, но в целом качество наших подрядчиков устраивает таких серьезных застройщиков. Отлично. Я предлагаю еще раз прерваться ненадолго и вернуться в студию к третьей теме. Пора уже, в принципе, набирать дыхание и становиться великой спортивной державой. Какое-то время все-таки держались на старых запасах, а такие мероприятия, как и универсиада в Казани, и Олимпиада в Сочи, и ваша универсиада, то есть наша универсиада в Красноярске, это, в принципе, проверка молодых сил и, скажем так, трамплин. И мы снова в студии программы «Итоги». Это Егор Васильевич и Дмитрий Болотов. А в гостях у нас Андрей Гнездилов, заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Красноярского края. Осталась еще одна тема, и эта тема совсем из другой области. Ну, может быть, хотя мы по-разному можем к этому относиться. Это литературный фестиваль «Куб», который проходил на этой неделе в Красноярске. Также посмотрим сюжет и поговорим уже о литературе. С удовольствием. Красноярск на целую неделю стал центром поэзии и прозы. На этот раз межрегиональный литературный фестиваль «Куб. Книга. Ум. Будущее» собрал представителей различных творческих течений из Красноярского края, Москвы, Новгорода, Вологды, Кемерово, Новосибирска, Иркутска и Хакасии. Как говорят гости фестиваля, его цель – раскрыть новых авторов, создать новые жанры и напомнить горожанам о большом литературном наследии нашего края и Сибири. Иркутская область, Байкал – это Валентин Григорьевич Распутин, Енисей – это Виктор Петрович Астафьев, Алтай – это Василий Макарович Шукшин. То есть вот такие вот великие писатели, они как бы представляют и олицетворяют собой этот регион. И вот Виктор Петрович олицетворял собой Енисей. Когда он ушел, вот эта аура, она осталась. Вот, и понятно, что если усилий не прилагать никаких, то она, конечно, затихает. И наша просто обязанность как-то ее подхватить, вернуть и сделать наш город, сделать так, чтобы все остальные регионы знали, что Красноярск – это такая вот культурная столица Сибири. Красноярск уже смело может претендовать на звание культурного центра не только Сибири, но и России. У нас проходит исторический форум, Красноярская книжная ярмарка, которую посещают тысячи красноярцев. И вот второй год подряд проводится литературный фестиваль. И это только малая часть. Главная же цель таких фестивалей, как Куб, привлечь людей к чтению. Нам на самом деле нужны, в первую очередь, читатели, люди, которые умеют ценить слово, для которых слова – это не нагромождение буковок, а отражение серьезных смыслов, духовности, корней наших народных, наших традиций. И самое главное…